Радио Звезда 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 знаю, слышала. Вот от того-то я так стремительно и выскочила на террасу. Вы к Васе? Садитесь, пожалуйста. Сейчас я пошлю за ним. Удивительный баловник. Ведь знает, что вы об эту пору прийти должны на урок. И не ждет вас. — Варвара Петровна, здорова ли? — осведомился студент. — Вообразите, спит. Чем бы подсоблять матери хоть ягоды чистить? Она спит. Три раза посылала горничную будить ее, и никакого толку. — Афимья! Афимья! — закричала она горничную. — Здесь, здесь. Что такое? — откликнулась горничная. — Я ягоды чищу. Пойди, поищи Васю. Скажи, что учитель урок давать пришел. — Да он, должно быть, на пруд карасей ловить ушел. Я видел давеча, как он захватил удочку и банк с ревьями. — Так сходи за ним. Я, бары, не боюсь. Там, говорят, в кустах два цыгана сидят и хватаются. Докторская кухарка сказывала, что вчера с нее чуть-чуть платок не стащили. — Ну, вот что за глупости. Ступай! — показалась кухарка с тарелкой пенок от варенья. — Вы Василия Петровича ищите? — спросила она. — Да. — Васю. — Не ищите. Он давеча с дьяконецким сыном на железную дорогу убежал. — Однако все-таки же надо его привезти. Учитель урок давать пришел. Ступай, Афимья. — На железную дорогу сколько угодно. А на пруд в цыганское гнездо ни за что на свете, — отвечала горничная. — Однако когда же мы от этих цыган освободимся? — проговорила матерницкая. — Нищие и цыгане. Отбою нет. Если уж так, то я боюсь и за Васю. Они, говорят, и детей воруют, а потом в акробаты продают. — Очень просто! — откликнулась горничная. — Им кто не даст гривенника за ворожбу? — Иди, иди за Васей-то. Нечем растобарывать. — Вы меня ищите? Я здесь, маменька! — крикнул детский голос. На заборе, отделяющем дачу от дачи, сидел мальчик лет одиннадцати в сером матросском костюме с синим отложным воротником и в шведской фуражке с прямым козырьком. — Ну, скажите на милость, он на заборе, — всплеснула руками мать. — Ты зачем это, дрянной мальчишка, по заборам лазаешь? — Я с дьяконецким Мишей конорейку у докторскую ловил. У доктора конорейка из клетки вылетела. — Ах, надо тебя выдрать! Непременно надо! Слаб у тебя отец-то только! Ты посмотри на свои штаны! — В чем они? — Батюшки! — Да они у тебя и продраны! Это я за гвоздь! Вот я тебе уже сама задам баню! — Садись, мерзкий мальчишка, учиться! А вы, Вениамин Михайлович, пожалуйста, с ним построже! Студент поклонился в знак согласия и покрутил усики. — Здрасте, Вениамин Михайлович! — шартнул ножкой Вася, войдя на террасу. И тут же прибавил, улыбнувшись. — Вот вас не было, когда мы конорейку ловили, а докторская Лиза в юбке и в рубахе без корсета на балконе стояла. — Ах-ах-ах! Да как ты смеешь, пошлый мальчишка, такие речи произносить! — воскликнула мать. — Да что ж тут такого? Вениамин Михайлович подсматривает же в дырке в купальне, когда докторская Лиза купается. Студент вспыхнул и заговорил. — Не милите вздору! Не милите вздору! Мать размахнулась и дала Васе подзатыльника. — Что ж вы за напрасно деретесь? Я правду говорю! — слезливо воскликнул Вася. — Конечно же, я правду говорю! — Тогда и наша Варя купалась, когда он в щелочку смотрел. — Пустяки, пустяки! Как вам не стыдно? — студент зарделся еще больше. — Принеси твои книги, перо, чернила, тетради и садись учиться! — командовала мать. — И ежели ты впредь будешь пропадать перед тем, как прийти к нам Вениамину Михайловичу, я тебя за обедом без второго и третьего блюда оставлю. Ешь один суп. Слышишь? — Студент приложил руки к груди и конфузливо произнес. — Уверяю вас, Клавдия Максимовна, что это все ложь! Верю, верю, Вениамин Михайлович! Вы варенье не прикажете ли? — Барня! А барня! Вы пенку-то от варенья уж нам пожертвуете! Везде прислуги полагается! — говорила кухарка, стоя в дверях. Пошла прочь. После об этом. — Позволите предложить вам варенье-то, Вениамин Михайлович? — Нет, благодарю вас. Я сладкое не особенно люблю. — У меня есть белая смородина. Она кисленькая. Можно? — Мерси не могу. Студент вынул из кармана записную книжку с отметками и сел к столу на террасе. Матерницкая поместилась напротив его. — Ужасный шалун, мальчишка! — проговорила она про сына. Страшный баловник. Это сын диакона на него влияет. Дети диакона бегают по дворам, цыплят камнями зашибают, бросают разную неприличную грязь через загородку в купальню, когда там дамы купаются. И еще недавно булочнику в корзинку с булками навозу наложили, когда тот зазевался, — рассказывал студент. — Да что вы! — Уверяю вас. — Тогда я запрещу Васе с ними водиться. — Пожалуйста. Когда я купался с ними в купальне, они и мне в карманы тужурки каменья наклали. — Ах, какие сорванцы! — покачала головой Матерницкая. — Ну, а как наш Вася у вас идет? Он, кажется, мальчик шустрый. Ужасно только невнимательный. И потом в нем никакой дисциплины. Я, например, показываю ему, как делать задачу, а он вдруг про мух задает вопросы. Бывают ли у мух дети? Согласитесь сами, что это не идет. — Ужасно, ужасно. Вот я ему скажу. Вы будьте с ним построже. Да уж я и так, кажется. Не могу же я его драть за волосы. Боже, избави! Но вы так как-нибудь. Я стал проходить с ним латинскую грамматику, чтобы потом при поступлении ему легче было. Рассказываю, например, про склонение, а он вынет из кармана фортунку, волчок такой, четырехугольный, и предлагает мне сыграть с ним на старые стальные перья. Согласитесь сами. Ай-яй! Нехорошо. Нехорошо. Но вошел Вася, держа в охапке книги, тетради и грифельную доску. РАДИО ЗВЕЗДА Мы читаем рассказ Николая Александровича Лейкина на уроке. Начался урок. Студент Кротиков сделал строгое лицо и сказал Васе, возьмите грифельную доску и слушайте внимательно, что я буду вам говорить. Вася достал доску, положил ее перед собой и сказал, варит и наши все еще дрыхнет. Хотите, Вениамин Михайлович, я пойду и разбужу ее? — Слушайте, что я буду вам говорить, — повторил студент. Она сейчас вскочит, как узнает, что вы пришли. — Слушайте. Четыре мужика купили три с половиной ведра вина. Запишите на грифельной доске. Мужики вина не пьют, Вениамин Михайлович. Они пьют водку. Не перебивайте меня, когда я говорю. Пишите. — Купили три с половиной ведра вина. Привезли его домой. — Может быть, пиво? Можно написать, что пиво, а не вина? — Вина! — вина! — крикнул студент. — Ежели вы не будете меня слушаться, я пожалуюсь вашей маменьке, а она оставит вас за обедом без сладкого блюда. Сегодня у нас рисовый каравай на сладкой, а я его все равно не люблю. Это наказание. — Привезли три с половиной ведра пива. — А, стало быть, можно пиво? Вы позволяете? — спросил Вася. — Ух, вина! — вина! Я сбился. И начали его делить поровну. — А я думал, что вы будете рады, если я варю разбужу. — Прошу молчать. — Что это такое? — Просто сладу нет. — Поскольку вина каждому из мужиков. Вошла Матерницкая. — Здравствуйте. Теперь могу руку подать вам. — Вымыла. — сказала она студенту и присела к столу. — Ну, как ваш спектакль? — Актрис нет. — То есть молодые-то есть, а старых нет. — отвечал студент. — Ключницу некому играть. Согласился было сыграть гимназист Кукушкин. У него голос пискливый. Но над ним стали смеяться. Называли бабой. Он и отказался. Сегодня Мамзин поехал в город и будет искать настоящую актрису. Ежели не найдет, тогда спектаклю будет крышка. Сделаем только отделение концерта, а потом танцевальный вечер. — И отлично! — подхватила Матерницкая. — Больше ничего и не надо. Варис играет вам на цитре. Тогда и пизанского платья ей не шить. — Вот. И за платьев тоже. Анна Михайловна сначала согласилась шить бальные платья для своей роли. А потом... — Право. — Делайте концерт. И просите, чтобы этот судебный следователь Чайкин сыграл вам на корнет-апистоне. Он отлично по вечерам на балконе у себя на даче играет. Знаете Чайкина? Он судебный следователь, кажется? — Какое? — Просто учитель пения в городских училищах. — Отвечал студент. — Да что вы! А он мне так нравился. Я считала его за судебного следователя, — проговорила Матерницкая разочарованным тоном. — Сколько же он жалования получает? — Да никакого и жалования не получает. Просто по полтора рубля за урок. — Только-то? — Фу! Варенька, Варя! Ах да, ведь она спит. Спохватилась Матерницкой и сказала сыну. — Вася, поди и разбуди ее. Разве можно до этих пор валяться в постели? Я и то, мамочка, хотел бежать ее будить, но меня Вениамин Михайлович не отпустил, — пожаловался Вася и побежал будить сестру. — Сделайте, сделайте концертное отделение, — говорила Матерницкая. — Чайкин, стало быть, как учитель пения вам споет, а потом на трубе своей сыграет. — Да Чайкин не поет, у него и голоса нет. — Я его знаю, — сказал студент. — Как не поет? — Учитель-то пения? — В том-то и дело, что только учит пение в школах, а не поет. — Странно. — Потом можете сделать живые картины. — Две или три? — Декораций нет. Мы уж об этом думали. У нас всего только комнатный павильон, да лес. Да и лес-то по самой середине на видном месте мышами проеден. — Вернее всего, что мы сделаем только танцевальный вечер, маленькую иллюминацию и фейерверк. Вошел Вася. — Она уж встала, пудрится, сейчас выйдет, — доложил он про сестру. — Афиме, говорит, не хотел вставать, а как сказал я, что Вениамин Михайлович здесь, сейчас и вскочила. Он улыбнулся, поглядел на студента и подмигнул ему. Матерницкая продолжала. — Что ж, и фейерверк хорошо, только не давайте маленьким ребятам пускать, а то в прошлом году аптекареву сынишке все руки опалило. — Мама, что это за фейерверк? Какой фейерверк? — быстро спросил Вася у матери. — А вот на танцевальном вечере, который у них будет. — С фейерверком? А я пускать буду. Мне пускать дадут? — Тебе-то и не дадут. — Пожалуйста, Вениамин Михайлович, ему не давайте. — Нет, мама, я хочу. Непременно хочу. Если мне не дадут, я на свои деньги фейерверку себе куплю. — Сколько же вы собрали денег с дачников на этот праздник, Вениамин Михайлович? — спросила студента Матерницкая. — Вот. И насчет денег, — отвечал тот. — У нас всего шестьдесят восемь рублей собрано. Никто не дает. Я, говорит, потом. А Ешковы вон всего рубль подписали. Рубль подписали, да Пелагея Васильевна не позволяет своей дочери горничную играть. Я приношу дочери роль, а Пелагея Васильевна мне такие слова. Она, говорит, штаб-офицерская дочь, и ей горничную играть неловко. — Какое невежество! Студент пожал плечами. Матерницкая сказала. — Дура, кухарка. — Так чего же вы хотите от нее? Вы знаете, что она была кухаркой? — Да, похоже на то, — отвечал студент. — Кухарка, кухарка, я вам расскажу всю историю, как она в штаб офицерши-то попала. Жил капитан Яликов, а у него была кухарка. Он был вдовец, ну, а она, баба ловкая, и подластилась к нему. Пошли детки. Родилась вот эта самая Наденька. Потом сын. Чтобы прикрыть грех, капитан Яликов и женился на ней. А потом вышел в отставку с чином штаб-офицера. Вышел в отставку и умер. И вот Наденька — штаб-офицерская дочь. А Пелагея Васильевна — вдова, штаб-офицерша. Да и никогда она не была Пелагеей Васильевной. А просто всегда была Пелагея. Пелагея. И больше ничего. Вы знаете, я сомневаюсь, даже грамотная ли она. То есть, может быть, читать по-печатному умеет, а уж писать ни за что. Дура. Совсем дура. Ну, я вам мешать не буду. Спохватилась Матерницкая, вставая. Занимайтесь. Да, пожалуйста, построже с Васей, Вениамин Михайлович. — Садитесь и берите доску, — скомандовал студент Васи. — Готово, — отвечал тот. — Но могу я прежде вот эту грушу съесть. Вася вытащил из кармана штанишек грушу. — Никакой груши. Заниматься нужно. — Возвысил голос студент и отнял у Васи грушу, отложив ее в сторону. — Маменька, что же это такое? — заныл Вася. — Не давайте, не давайте ему. Дайте мне. — проговорила Матерницкая и взяла грушу. — Однако, что же это варя-то? Вот удивительная девушка. Пойду сама к ней. — Да брови себя наводит. Разве вы не знаете ее? — сказал Вася. — Узнала, что Вениамин Михайлович пришел. Ну и вот. — Что ты врешь, дрянной мальчишка? — крикнула Матерницкая. — Когда же это она брови себе наводила? — Ну вот будто я не видел. — Молчи, дрянь. Как ты смеешь конфузить сестру при постороннем человеке? — Что вы написали на доске? Прочтите. — заговорил студент, обращаясь к Васе. — Да ничего. Я уж стер все. Это чистое наказание. — Тогда пишите вновь. И студент задиктовал. — Четыре мужика купили три с половиной ведра вина. Мы читали рассказ Николая Александровича Лейкина на уроке. Ваши любимые книги. Каждый день в эфире «Радио Звезда» и на нашем канале в YouTube. Подписывайтесь, чтобы слушать.